Поэтичный флеш-мобы и великая белорусская диктовка у День родной мовы. Сегодня у столицы самой ранницы можно было вспомнить и выучить дагытуль невядомые, самобытные белорусские слова. Отмысловый тест на их ведение сегодня подрихтовала национальная библиотека. На фасаде можно было прочитать цитаты классиков, где еще оригинальным чином означают День родной мовы, доведалась Наталья Кузьмитская. Крочать, куфырок, фатель. Только белорусы имели у своей лексицы эти слова. Сегодня ранницы узгадать, або пополнить свой словник новыми выразами, можно было литерально прозаден позерк на фасад национальной библиотеки. Кожный, кто бачит слова на национальной библиотеке Белоруссии, сможет задуматься, те веды, кто такая боговка, проплевец, безмеж, читанка. Они уживаются и сейчас, або просто они вышли из широкого выкрыстания, и мы часто заменяем их калькой из русской мовы. Подказки и тлумачи не можно знать в социальных сетках главного книгасховища краины. Али мы, корыстающиеся службовым становищем, звернулись до профессийного знавца. У нас сегодня были обороны дипломных работ, и очень приятно, что были две работы по белорусскому рассказывали. На милогущной соковитой мове Владимир Иванович Куликович разговляет с детинством. Сегодня своим филологичным сдобытком делится не только со студентами, а и с читателями газет. У артикулах родная слоука. Сегодня им кнение есть не столько заменить, может быть, слово, яке нам привычное, а как раз узнавить те слова, яке были калисти, и они больше мотивованы. Ну, вот все мы привыкли до слова «столовка», «столовая». А леш, была у нас у старожитности вельми доброе слово «страуня». А у ёй можно выпить филежанку кавы, цігарбаты альбо кубачек чаю. То есть, рыхтуе сабе есті, так? Як сыплюць солі, чым? Говорить, щепоточку, щепоточку, а ёсь белорусская слова таксама на основе гэта «шчопаць». Йон мой, «шчопаць», калі взяць. «Шчопаць цукру», «шчопаць» таксама. Канешне, конечно. Або, глядзіця, «пернікі». Вельми часто блытаюць эти два слова «пернікі» и «пранік». У белорусской мове ёсь слово «пранік» таксама, але ёно обозначаець усім іншая. Это простосавання, якім белізну перелі. Ісёня, каб раптам не трапіць ўмовны конфуз, треба, як магаболь, чытаць па белоруску і зразумела размавляць. Разнастаець свой словниковый запас можна пра створы белоруских письмейнікаў, рады ёперадачы на мове «изразумела кино». Так, да свята белорускага слова распачынае новы сезон, проект, які перагучвае су свет навядомые популярные кіностушки. У гэтае выходны ёкінотеатры «Масква» жахары Сталізы змогуць ўбачыць і пачыць ў белорускім вараянці такія саправды легендарныў кіноісторы, як таімнае жыцё ў «Олтера Міці», «Хронікі Нарні» і «Форест Гамп». С падтверджаннім, две годыны бесплатна. Андрей Милюхін на белоруску мову агучуў ўжо дзясяткі роляў. Чарговая чорна-белая стушка да дня роднага слова. Правда, я атрымлёвоўся лодот таго, што я агучу те фільмы, які я ведуў, напрыклад, з дзяцінства, і я их ведуў даволі добра на русской мове, ці можа на ангельскай навыд. А калі я агучуў, калі фільмы агучуўеш на белоруску мову, яны, ну, некі зусім іншы. І, конечно, гэта вельмі цікава мне, як профсіналы, які займаўцца гэтым ўжо даволі долгий час. Регулярныя паказы фільмаў по Беларуску ладзяцца ў столичных кінотаатрах ўжо два гады. Ісусветне кіно заіграла новымі кольарамі для беларускай публікі. Там вельмі приемна назараць над тым, як развеўацца праўект «Беларускі вікэнды», генеральна партнерів якога волком згавляўцца ўжо два гады. За гэты цас «Беларускі вікэнды» наведалі божў за сорок гарадов Беларусі, божў за піцсот піцясў сіансів було продемонстровано, божў за шыздісят кінотеатров. Проект шукае і новая гласы. Таму, калі ви добра володайте родной мовы, ёё шанс стазь акцером агучвання. Макчыма сваяго любімога фільма Альбо Сёрыяла. Наталя Кузьмінская і Максим Кураж. Агенство. Телі-навін.